всем привет друзья с вами снова аквамен и сегодня будем смотреть в контейнеры на ферме аквариумных растений контейнеры предназначены для того чтобы выращивать эти аквариумные растения в надводной форме и так не все так гладенько здесь вот у меня какие-то папоротнички растут здесь та самая ненавистная мною за свой высокий потенциал за свою колоссальную просто скорость роста марсилия ангустефолия как мы видим здесь она уже поумерила свой пыл она здесь уже вообще-то в большей части своей померла потому что вот одна две стрелки остались наверное они как-то более-менее компактном виде пытаются здесь существовать но в таком варианте мне нравится гораздо больше ее культивировать потому что в подводных условиях но это колоссально просто быстро растущая растение все вытесняющее следующий контейнер покажет нам сборную суп солянку здесь находится гиграфила змея та что справа и слева какой-то папоротничек безымянный неизвестный еще какое-то растение тут росло потому что табличка от него есть самого растения как такового нет это надводная форма людвигии мехико прекраснейшая людвигия которая даже в домашних условиях в домашних условиях надводном в надводном виде она без проблем самосевом размножается здесь мы видим вот наиболее утонченные побеги они как раз таки уже отцвели и если их намочить будет такой слышен треск это вылетают семена которые через время прорастают сходят и у нас получается круговорот людвиги мехико в природе но точнее наоборот не в природе и сказать надводном содержание она зеленая есть какие-то там промежутки немножко коричневатый но как правило она зеленая следующий контейнер это тоже у меня экспериментальный он кстати лопнутый поэтому здесь вода то и дело высыхает сейчас я просто воду доливаю обычная либо водопровод либо осмос зависимости от погоды и настроения здесь какие-то вабикусы фитоне то есть то что в принципе либо экспериментальная либо надводного вот вот прям надводнейшего содержания дальше лилайопсис раскинулся здесь бескрайними степями видим как колосится него из этой почвопокровки да плесень тоже есть сразу пользуясь случаем тыкаем пальцем проверяем насколько высохла земля если нужно опрыскиваем закрываем переходим к следующему контейнеру здесь у нас сенегальская аммания то что не зеленая то что зеленая это у нас людвигия зеленая самая обычная зеленая людвигия растет без проблем как аммания так и людвигия но вот появляется плесень плесень это мой спутник во всех практически контейнерах дальше здесь у нас цератоптерис расположился разложился разросся у него видим есть пожелтевшие какие-то отмирающие части и с листьев новые детки они тоже без проблем здесь прорастают в общем-то целый контейнер вот этих вот цератоптерисов это по моему не индийский цератоптерис здесь полигоном руби рубиновый он же персикария рубиновая у него интересной формы листья тоже переводили мы с водного содержания в надводное содержание но нормально она себя здесь чувствует если не считать вот это вот все а плесневая амбре которая витает здесь в этой атмосфере внутри этого пластикового контейнера следующий контейнер покажет нам очередное засилье застолье засидели какой-то либо гиграфилы коричневой либо это та же самая людвиг нет это не гиграфила коричневая это скорее всего гиграфила тигр которая пытается быть красивой но в массе своей она на надводном состоянии имеет зеленый цвет следующий интересный контейнер стаурагин сталанифера который приютил еще и получается у нас бакопа каролинская здесь растет растет неплохо не сказать чтобы все дело помирает особенно стаурагин он даже где-то здесь местами цветет причем и бакопа тоже себя неплохо чувствует здесь контейнер линдерня обыкновенная самая круглолистная она цветет и слева расположилась ветка это насколько я помню гиграфила красная на медленно растущая очень гиграфила очень очень какая-то она капризная особенно при подводном содержании но в надводном вроде сидит помирать не собирается здесь людвигия рубин обратите внимание что в надводной форме людвигия рубин и людвигия репенс они похожи но людвигия репенс при подводном содержании более красная чем при подводном содержании под водой наоборот рубиновая людвигия она вот 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 прям красно-красная а людвигия репенс она такая больше темно какая-то оливковая следующий контейнер здесь гиграфила лангефолия я ее приобретал и или у харис живородящий обратите внимание какая пространственная подушка здесь разрослась принципе он у меня еще есть и в гидропонной моей системе то есть без проблем и так и так растет в аквариумных условиях очень быстро массу свою зеленую наращивает поэтому если у вас места мало переводите его в надводное содержание либо в гидропонику только так можно его напор в общем-то сбавить здесь гиграфила может быть ланцея может быть и не ланцея может быть гаста урагин сталанифера они очень на самом деле похожи прям максимально похожи но разница все-таки есть нужно прощупать а еще лучше достать бумажку записку которая там в недрах этого контейнера обитает и которая поведает нам именно о правильности названия этого растения но и стаурагин сталанифера и гиграфила ванце без проблем можно на водных условиях выращивать следующий контейнер тоже у нас лилайопсис и худо-бедно растет стаурагин на самом деле он и худо-бедно здесь не должен был расти потому что я его весь срезал для того чтобы в отдельный контейнер а его заселить но вот откуда-то откуда из недр вдруг полез вот такой росток тоже плесень несмачиваемая здесь у нас низея трифлора она же сейчас называется амания капиталата и вкрапления какие-то альтернантеры это возможно альтернантера какая-то вариегатная то есть это альтернантера роза нервис но в надводном содержании очень сложно ее прочувствовать почему потому что полосы ее практически снисходят на нет ну их вообще там не видно поэтому надо высаживать в аквариумные условия чтобы досконально определить итак здесь у нас погостимон сампсони скорее всего заурус по нитши и людвигия возможно рейпинса может быть даже не рейпинс и есть вкрапления тоже лилайопсиса в принципе все зеленое все растет в этот раз я никакими удобрениями удобрениями не буду все дело спрыскивать просто водичкой либо спрыскиваю либо поливая если вот прям земляной ком колоссально пересох бакопа манье наконец она из карликовой какой-то практически почву покровной травины начала давать длинные нормальные побеги это значит что скоро весь контейнер будет этой бакопой заполонен если конечно не высохнет и рядом соседнем контейнере тоже в полуиссушеном состоянии находится бакопа колар нет это не бакопа колората это бакопа зайцмана она в подводных условиях имеет прекрасный коричневатый цвет листа в надводных условиях чем-то очень похоже на бакопу лонигейру бакопу каролинскую ну то есть одного поля ягоды и вот тут я еще бы немножко и засушил бы этот контейнер основательно дальше стаурагин зеленый рейпинс он же здесь под него целое лежбище было выделено но он благополучно в большей части своей от гнил те кусты которые не отгнили они всеми силами начали наращивать зеленую массу и довольно неплохо у него это получается вот этот контейнер кардамин если отмотать несколько выпусков фермы назад можно обнаружить что я в одном из первых выпусках только-только его начал засаживать да и вот буквально за несколько месяцев он нарос и вот уже его финальная стадия то есть надо вот это все убирать и опять ростками засаживать иначе он весь просто сгниет не зайдет да он тоже имеет такое свойство стареть в искусственных условиях то есть вымирать постепенно ну по крайней мере я вот такую тенденцию у него замечаю здесь альтернантера кардинальская точнее размазня которая от нее осталась и скорее всего погостимон стилатус может быть шри-ланка там на бумажке бумажку поглотил мохать не бумажка это пластик но не суть и стилатус и шри-ланка тоже надводных условиях без проблем могут расти и выглядят они одинаково да погостимон стилатус погостимон шри-ланка австралия и еще там куча целый ряд погостимонов которые надводных условиях выглядят ну вот прям не отличить здесь уже у нас людвиги репинс она вот-вот более такой красноватый цвет имеет какой-то до более нежный такой чем людвиги рубиновая и вкрапления у нас здесь встречаются гиграфилы может быть это гиграфила тигра может быть и нет людвиги я прекрасно себя чувствует долгое время может существовать таких условиях следующий контейнер открывает нам прекрасный вид на гигра на гидрокатилу трипортиту это вот маленькая такая петрушкообразная зелень из нее очень удобно формировать шапки какие-то и гиграфила арагвая по центру располагается обратите внимание что в надводных условиях арагвая ну совершенно не около почвопокровное растение она тянется вверх ввысь и занимает значительные пространства и высоты это следует помнить при ее взращивании следующий контейнер это у нас опять гиграфила тигр просто потому что гиграфила тигр растет быстро выкидывать жалко придется втыкать ее приходится втыкать во всяческие контейнеры и здесь у нас находится гидрокатила водяной пупок она же гидрокатила вертикулята тоже тоже у нас в одном из прошлых видео был пик ее красоты в этом контейнере и сейчас частично она уже где-то жухнет то есть желательно тоже все вот это добро уже рассаживать тому что может снизойти на нет в этом контейнере низея педицилата и полигоном америка рос но уже не растет потому что сгинул низея педицилата набирает массу набирает обороты скоро будет прекраснейшая трава в надводных условиях расти она и под водой в принципе ну не сказать чтобы сложная над водой еще проще выращивать ее правда приходится жертвовать цветом да он здесь не такой светлый не такой золотой как в подводных условиях но я думаю можно попробовать поиграть цветом и светом тогда можно добиться какого-то оттенка более приглядного здесь альтернантера ринейки в одном из прошлых видео я показывал что два контейнера с ринейки альтернантеры начали у меня загнивать я пересадил в другой контейнеры этот контейнер уже разросся и он уже в общем-то перерастает изживает себя тоже скоро нужно будет молодые побеги отделять и разращивать рассаживать их в новые контейнеры следующий контейнер самолюс валерандии тот что вот на дуванчик чем-то похож да с какими-то с росшимися листьями прекрасный кожистый хиптис лоренца пара веток торчит остальные десятки веток почему-то сгнили но вот эти вот пара парочек нет это все-таки парочка они уверенно держатся за жизнь пытаются расти даже прокрашиваются следующий контейнер опять линдерня обыкновенная круглолистная она же без всяческих полосок поливаем потому что просох контейнер и здесь же у нас находится полигоном тот злосчастный америка тот что в одном из прошлых контейнеров вымер здесь он вроде растет и растет также прекрасно здесь линдерня я напомню что все контейнера я накрываю крышками и ставлю под свет на стеллаж то есть никакого там дополнительного проветривания ничего нет поливаю контейнера я раз несколько дней как правило то раз в две-три недели и желательно почаще их проверять на момент пересыхания также я пытаюсь переводить аквариумные растения в надводные условия то есть вот у меня здесь амбуля королевская и мексиканский трихокоронис варигатный их было много я сажал много но часть неимоверно сгнивает при вот таком вот переходе однако часть остается чтобы дать жизнь новым надводным росткам на этом все обязательно пишите в комментариях ваши вопросы по поводу надводного содержания каких-либо растений будем вместе долбить эту тему с вами был аквамен увидимся очень скоро в новых видео всем пока пока друзья